Всем большой привет! Всем здравствуйте! Спасибо большое, что зашли на это видео. Ребята, сегодня я хочу поделиться с вами своим небольшим обзором на первую и пока единственную палетку от марки Viseart из серии Petit Pro. Это у меня палетка Lila. Впервые буду делать ей макияж, буду пользоваться, расскажу вам как и что. В общем, такая моя недавняя покупка. И также решила включить в видео обзор своих новинок. Будут такие вот японские кисти, которые наконец-то до меня доехали. Я решилась на их покупку. Также, если вам интересно, я расскажу про эти кисти чуть побольше. Информацию, которую собрала в интернете, что я думаю по ходу использования данных кистей. И, конечно же, для вашего удобства оставлю все тайм-коды внизу. Так что, если интересно, переключайтесь на какую-то определенную часть видео. Переходите, смотрите и давайте начнем! Субтитры создавал DimaTorzok Буду начинать свой макияж. Достаточно такой быстрый. Хочу задействовать все оттенки в палетке. Воспользуюсь вот этим своим хайлайтером от Shiseido. Это у меня дальний свет. Вообще он называется WT905. Белый оттенок жемчужного хайлайтера. Я нанесу этот хайлайтер немножко под бровь и также добавлю во внутренний уголок глаза. Ничего подходящего для этих зон, к сожалению, в палетке нет. Далее из палетки на вот такую вот кисточку растушевочную. Хочу набрать оттенок Lila. И, как можете видеть, тени немного пылят в палетке, так что надо быть аккуратным. Я хочу этот оттенок нанести во внутренний вот здесь уголок глаза, ближе к брови. Делаю такую свою форму, как я люблю это делать. Использую два оттенка обычно таких растушевочных. Сейчас вы все поймете. Это такой достаточно грязно-розовый оттенок. Интересно, он уходит немножко в лиловый на моей коже. Дальше продолжаю с оттенком Tiramisu. Вот этим вот красивенным, таким сереньким. Мне казалось, он немного лиловый, но по факту он все-таки уходит в серый на моей коже. В общем, я его набираю на кисточку растушевочную и буду закладывать уже как тушевку с внешней стороны глаза. Немного добавляю вот сюда, соединяю как бы с глазом. Тот же оттенок Tiramisu набираю уже на плоскую кисточку и хочу немножко внизу продолжить. Заложу вот эту вот часть тоже себе нижнего века. Соединяю с верхней тушевкой. Далее на кисточку я набираю оттенок Fondant, самый светлый вот этот. И покажу вам, как он работает с кистью. Но, честно говоря, эти шиммеры гораздо лучше работают все-таки с пальцем. Я его сюда вот добавляю на внутренний уголок глаза. И оттенок Fondant, вот этот красивый, очень такой холодный, металлический, серебряный, тауповый цвет, я набираю на палец. Мне кажется, так будет лучше всего это смотреться. И его наношу на внешнюю сторону. Вот можно видеть, тени немного отсыпались. И, честно говоря, я вижу, что у меня вот здесь вот скукожилось века. Я очень надеюсь, что мне это отпустит эффект. Ну, посмотрим. Так что, да, вот осыпашки тут такие конкретные есть. И оттенком Fondant я продублирую немножко нижнее века. Еще немножко оттенком Lilas хочу подтушевать, наверное, вот эту вот нижнюю границу, чтобы более как-то завершенный этот образ смотрелся. Сейчас я вытру все осыпашки, подведу лайнером стрелку себе черную, накрашиваю теницей, и уже тогда в полном образе вернусь к вам. Давайте немножко поговорим про сет. Вот этот вот Sonya G, ее пятерочка кистей Pro. И я заказывала конкретно вот этот набор на сайте Beauty Leash. Обошелся мне он где-то в 150 долларов. Плюс, что мне не совсем понравилось, это они включили налог. Я знаю эту фишку по поводу налога в Америке, но просто обычно, мне кажется, американские сайты так не хитрят, указывая цену без налога. И тут, в общем, налог был небольшой, но все-таки он был включен. Давайте поговорим, почему именно я выбрала этот набор. Я так основательно подошла к покупке кистей. У меня, в принципе, моя коллекция кистей обширная, но все кисти разнобойные, они абсолютно из разных наборов, они абсолютно из разных вообще весовых категорий. У меня есть кисти 3 для лица от Hakuhodo, и также в основном это просто обычные китайские кисти. Я покупала их на Costal Sands когда-то давно. До сих пор они у меня служат, но я решила обновить все-таки свои кисти, так как крашусь теперь достаточно часто в связи с каналом. Почему я выбрала именно вот эти японские кисти, а не кисти Wainagosa, хотя я выбирала между двумя этими наборами. Все потому, что, во-первых, отзывы на них были гораздо лучше, и, во-вторых, у меня есть японские кисти, и я считаю, в Японии это страна качества, страна такого золотого стандарта в плане тем более кистей. Они делают, на мой взгляд, самые крутые кисти, поэтому выбор пал именно на Sony G. Кто такая Sony G, я, честно говоря, сама не знала, пока не стала читать про нее и про этот набор. Оказывается, это такой блогер-энтузиаст, даже не знаю, как ее назвать. В общем, девушка, которая ведет свой блог с 2012 года, и конкретно ее блог ведется про различные кисти, так что она, наверное, все-таки знает в толк. В общем, в 2012, по-моему, году она посещает город Кумана, который известен просто своим производством кистей. Все японские кисти, кстати, собираются вручную, они не подстригаются. Это все делается, да, руками японских женщин, как я понимаю, и этим и славится их качество, и за это вы платите такую бешеную сумму денег. В Кумана Sony G знакомятся на фестивале кистей с такими производителями, как Hakuhodo, Chikuhodo, Koyodo, по-моему, так они называются, и там, в общем, различные другие фирмы. Она решает выпустить в связи с этим также свою линейку кистей для лица и для глаз. И, в общем, да, вот она, линейка Pro для глаз, которую я все-таки купила. Данный набор комплекта Sony G выполнен из такого красивого градиента, переходящего из красное в черное. Очень красиво, конечно, выполнены все детали. Я так поняла, что ручки сделаны из кленового дерева. Вот этот железный зажим имитирует, как будто бы основание ручки. Он покрашен в такой черный лаковый цвет и является как будто бы продолжением. Очень приятные такстильные именно ощущения, и они чувствуются легкими. То есть вы не будете находить их тяжелыми. Они очень-очень эргономичны. Сами кисти, мне кажется, немного короче стандартных. Вот если я вам сейчас попробую показать. Вот у меня здесь обычная кисточка от Coastal Sands, и вот это Sony G. Ну, где-то, наверное, пару сантиметров разница в кистях есть. И, в принципе, этот набор, на мой взгляд, позволяет взять его однозначно точно в путешествие за счет его легкости, удобства и короткой длины. Немного, чуть больше времени мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть к такого размера кистям. Но давайте поговорим немножко про ворс. И, как я уже сказала, это все собирается вручную на заводе. Тут ничего не подстригается. Я прочитала, что линейка Pro Eyes – это все ворс сайкохо. То есть, это достаточно такой дорогой ворс. И различия заключаются в том, что какой-то ворс покрашен на этих кисточках, и какой-то нет. Это то, что я поняла. Вы можете меня поправить. Но информацию, которую я нашла, была таковой. Ворс сайкохо – это считается один из предпоследних ступеней самого крутого ворса, который называется Сайби Кохо. И там уже стоимость такого ворса с грудки козы в разы-вразы дороже. То есть, там уже точно стоимость крыла самолета. Так что, в принципе, это достаточно качественный и дорогой ворс с грудки козы. Ну и давайте, наверное, начнем конкретно по каждой кисточке говорить. Итак, начну, наверное, с самой базовой кисти от Sony G, которая называется Builder Pro. У нее покрашенный ворс сайкохо. Такое строение, как бы лопаточки немного имеет сама кисточка. Она достаточно плотно набита и выделяется своей упругостью. Ближе к кончику сами ворсинки становятся чуть реже. И вот такой вот, как бы, имеют обстриженный вид. Но здесь ничего нету обстриженного. Так что, эта кисточка для меня является идеальной для того, чтобы наносить пигмент или тени. Но, в принципе, не более того. То есть, я ее не использую для растушевки. Мне кажется, она именно хороша для наслаивания, набивания теней. И с этой задачей она справляется прекрасно. Далее хочу поговорить про кисточку, наверное, свою, одну из самых любимых. И она уже будет называться Pencil Pro. И она имеет остренький такой кончик. Но, в принципе, похоже на кисточку бочонок. Просто гораздо более плотно набитый ворс. Упругая и немного, чуточку-чуточку заостренная к концу. Эта кисть идеальна для того, чтобы тушевать внешний уголок глаза. Растушевывать как стрелку, так и нижнее веко. Делать акцент темными тенями. Я ее использовала также на внутренний уголок глаза. И мне кажется, это идеальная кисточка для мелких деталей. Она позволяет вам хорошо работать. И ее большой плюс это то, что она не жесткая. То есть, она не царапает вам века, как это делала, допустим, у меня была кисть от Coastal Sands. Я, честно говоря, уже сейчас не помню название. Но вот что-то напоминало на это. Но там ворс был гораздо жестче. И также я читала, что эта кисть может заменить вам кисть от MAC 219. Это старая версия. Но мне кажется, вот эта моя любимица. Она действительно помогает точно и хорошее количество теней наносить на глаз. Поэтому я могу эту кисточку даже посоветовать, если вы хотите купить не весь набор, а что-то одно. Следующая. Давайте поговорим еще про одну интересную кисточку. И она будет называться Крис Про. Это уже кисть из также плотно набитого ворса сайкохо, неокрашенного. И чуть более, наверное, такого заостренного на кончике. Эта кисточка, я думала, будет для меня идеально как растушевочная. Но, честно говоря, она не совсем подходит для этой работы, потому что вот этот заостренный кончик немножко не дает растушевать вам хорошо складку века. То есть она, мне кажется, создана больше для какой-то детальной работы. Допустим, вот как я сегодня углубляла внутреннюю свою складочку здесь. Или если у вас уже есть тушевка и вам надо максимально аккуратно проработать внешние края, это будет идеальная для этого кисточка. Она очень детальная, она упругая, но в то же время она мягкая и позволяет прорабатывать такие более акварельные, плавные детали макияжа. И мне кажется, с ней хорошо работать, если у вас, допустим, яркие тени и вы хотите очень аккуратно таким легким слоем нанести поверх других теней. Вот для этого она будет хороша. То есть тени не залипнут, они хорошо и аккуратно растушуются немножко в такую дымку. Но если вы хотите использовать конкретно как растушевочную, не совсем ее могу для этого рекомендовать. Конечно, может быть, кто-то может с этим справиться, но, честно говоря, у меня не получилось. Поэтому нахожу эту кисточку немножко такой более специфично детальной. Кисточка идеальная для растушевки будет вот эта вот под названием Blender Pro. Это уже такая кисть, наверное, в классическом понимании. Кисть бочонок, более округлая, более пушистая, тоже такая же мягкая. И что я хочу про нее сказать, что я думала, что это будет идеальная кисть для тушевки, но тут тоже есть кое-какие моменты. Такие тени, как у Наташи Диноны или даже, я бы сказала, худые, которые более новая ее формула, мягкие матовые, она тушует неплохо. Но если ваши тени чуть более твердые, чуть более древние, старые, то эта кисточка не даст вам хорошего эффекта и вам потребуется что-то более жесткое. Она слишком мягкая для того, чтобы тушевать более такие каменистые текстуры матовых теней. Но все равно, если ваши тени достаточно мягкие, она прекрасно с этим справляется. И я заметила за ней такую особенность, что эта кисть может растушевать ваши тени просто в абсолютную дымку и практически может их действительно смахнуть с века. То есть, возможно, тушевка в ноль. Я не знаю, как это у нее получается, но у меня с некоторыми тенями вышла такая вот интересная особенность. Но в любом другом случае, это идеальная кисть для того, чтобы работать с более мягкими текстурами. Она, в принципе, хорошо набирает тени. От нее не летит много вот этой пыльной теневой крошки, потому что ворс достаточно мягкий. И здесь, конечно, такой для меня, как удобно, большой диаметр. То есть, она достаточно хорошо прорисовывает вам тушевку. Если, конечно, у вас более маленькое расстояние между глазом и бровью, возможно, она будет чуть более великовата. Но для меня оптимальный размер. И мне кажется, это хорошая кисточка. Но надо учитывать немножечко текстуру самих теней. И давайте расскажу вам про свою вторую кисть, которую я тоже рекомендую купить вне набора. Если вы это хотите, помимо Pencil Pro, которую я рекомендовала вначале. Хочу рассказать еще про вот такую вот кисточку, которая называется Worker Pro. И она тоже очень интересную форму имеет. Это что-то наподобие кисточки Builder Pro. Но ее ворсинки достаточно длинные. Чуть более упругие, на мой взгляд. Плотно набиты. Сама кисточка имеет такую тоже как форму небольшой лопаточки. Она сужается немножко к краешку. И мне кажется, конкретно с этой кистью лучше всего работать абсолютно на любом участке вашего глаза. Во-первых, Worker Pro идеально наносит тени на само веко. Как пигменты, так и обычные тени. Эта кисточка легко сделает любую форму. Допустим, я ей пробовала делать чуть более графичную складку. И у меня это идеально получалось. Также она, я считаю, идеально растушевывает. Она идеально прорабатывает и нижнее веко. И, в общем, можно делать какие-то детали этой кистью. Мне кажется, вот эта универсальная кисть, тоже могу ее советовать для покупки отдельно, если вы хотите. Worker Pro называется. И мне кажется, нет ни одной функции, с которой бы она не справилась. Вот это точно. Пришло время немного поговорить про палетку. И давайте расскажу вам свои впечатления, немного технической информации. Вот так вот, наверное, все уже видели и все сняли обзоры. Выглядит сама палетка в таком маленьком кармашке. Очень приятно выглядит. Она реально вот у меня на ладони помещается. Мне кажется, этот размер где-то двух, наверное, спичечных коробков. Я покупала эту палетку на сайте Beautylish. Она мне обошлась за 22 доллара. Плюс небольшой вот этот текст, про который я говорила. Очень мне нравится, что тут написано название оттенков тени. И посмотрите, какая это прекрасная малютка. Вообще, я была поражена дизайном. У меня ничего не было от Viseart. И меня действительно впечатлило вот это все красивое такое вот раскрытие палетки. Она магнитная, хороший магнит. И большое спасибо, что они положили вот такую вот крышечку сверху прозрачную. Это действительно сохранило тени от разбития при транспортировке. Итак, в палетке лилась стандартно базово 4 оттенка. Она более такая холодная, как будто бы с такими припылено-розовыми, то ли лиловыми тенями. Я очень долго думала, какую палетку мне брать, но решила немножко выйти из зоны своего комфорта и взять что-то такое холодное. Обычно я не беру серебряные тени, потому что мне кажется, они на мне не совсем хорошо смотрятся. У меня более желтый подтон. Я всегда переживаю, что тени могут на мне выглядеть как-то, скажем так, инородно. Вроде бы то, что получилось сегодня, мне понравилось. Здесь в палетке всего лишь 6 грамм продукта, то есть по 1,5 грамма каждая тенюшка весит. Это очень хороший объем, на мой взгляд, для такой малютки. И мне очень понравилась вот эта вот система, что здесь можно немножко подковырнуть. Тени все магнитные, и вы можете выбрать, менять, добавлять все тени Визиарт. Я думаю, что я не остановлюсь на этой одной палетке, прикуплю себе чуть больше. Так что, да, сейчас, кстати, на сайте Визиарт у них хорошие скидки. Но, к сожалению, да, они не доставляют никуда, куда я могу получить. Так что, буду ждать, наверное, каких-то распродаж на Call Beauty или на Beauty Lish. Давайте немного поговорим про тени. В палетке два матовых оттенка и два шиммерных. Данные шиммерные оттенки абсолютно точно уникальны для моей коллекции. Я не нашла ничего подобного у себя в своей косметичке. Мне кажется, это действительно красивые такие холодные металлические тени. У них очень мелкий помол и очень красивый шиммер. Они отливают, на солнце они играют. И в искусственном освещении вы абсолютно точно увидите их переливы. Мне единственный вот этот темный шиммер, который называется Arjante, он немножко, по-моему, подъел мне века вначале. Вы, наверное, видели это в макияже. Но потом века распрямилась. Так что я хочу предупредить всех тех, кто может переживать. Да, немного эта палетка может поджевывать веки, особенно такие возрастные, скажем так. С светлым оттенком проблем никаких не было. Эти тени хорошо набираются как на кисть. Лучше всего, конечно же, работает палец. Но все равно мне нравится их действие и эффект на глазах. Качественные, такие прямо хорошие, добротные, шиммерные оттенки. По поводу матовых теней я нашла два ближайших оттенка, скажем так, к ним. И сейчас вам покажу пару свочей. Но говоря про матовые у Viseart, я действительно была поражена. Я теперь понимаю любовь Маши Мов к палеткам Viseart. Маша, я поняла, в чем фишка. Да, действительно, это прекрасные тени. Я даже бы сказала, что если качество всех палеток у Viseart такое же, как в Lilas матовых именно, то они однозначно на моем пьедестале палеток подвинут марку Collides, которую я считаю несокрушимого качества матовые, где мне очень нравится. Здесь я переживала, что тени будут менять свой оттенок, но этого не произошло. Они такими и остались. Мне их было очень легко растушевать. Мне это понравилось. Вообще идеально быстро кистями все работало. Как я уже повторюсь, не поменяли цвет. Для меня это важно. То есть у Huda, я знаю, есть такая особенность. И я немножко переживала, что вот этот оттенок Tiramisu, который называется, уйдет у меня в такую грязь. Это у меня, кстати, происходит в палетке Nebula. Club Nebula от Collides. И вот этот розовый тоже красивый был такой припыленный розовый. Но действительно, мне кажется, он смотрится хорошо на моих веках. Цвета не меняем. Давайте покажу вам, наверное, ближайший оттенок к оттенку Lilas, который я нашла в своей коллекции. Вот так вот у меня будет выглядеть Lilas. И его такой не аналог, но собрат. Будет в палетке Lunar Lavender от Collides. И мне кажется, вот этот вот мой любимый коричневый цвет является аналогом. Но все равно это не совсем то. Вот вы сейчас увидите. У Collides он более яркий. Он более пигментированный. Мне кажется, у Viseart все-таки такое качество более дорогое. Там есть небольшой такой как будто бы сатин. Совсем-совсем легкий. Но это действительно придает теням какого-то шарма. То есть в Collides это наглухо такой вот припыленный розовый. Очень плотный, густой. И да, он чуть сложнее все-таки тушуется. Я признаю это. У Viseart матовые тушуются куда легче. И давайте засвочу оттенок Тирамису. Вот этот вот интересный. Такой мне казалось как лилово-серый. Но на моей коже он раскрывается в абсолютно серый цвет. И слава богу он не уходит в грязь, как мне кажется. Его собрав из моей коллекции будет вот этот вот оттенок. Который называется NARU в палетке с Анжеликой. От Collides. Клапнебюла. Сейчас я его засвочу. И вот вы видите, он гораздо опять же ярче. И более плотный, более матовый. И он однозначно у меня уходит навеки в грязь. Вот хорошо, что Viseart все-таки держит марку. Не делает этого. Я кстати пробовала Viseart тени наносить на серую подложку. От Maybelline Taffistope. Которая такая талповая. Он тоже хорошо выдает больше серого. Так как вот этот вот NARU из палетки Клапнебюла все-таки уходит на мне больше в грязно-лиловый. А серый как-то, наверное, удачнее смотрится. И я этому очень-очень рада. Ну что, небольшие выводы по всему дали вышесказанному. Все-таки очень рада, что купила вот этот набор от Sony G. Абсолютно точно буду им продолжать пользоваться. И если вы хотите приобрести две какие-то кисточки, которые мне кажутся самые универсальные из набора, то я посоветую Pencil Pro и Worker Pro. Это вот такие вот две кисточки, которые на мой взгляд являются самыми универсальными из всего набора. Но все равно он хорош. И я действительно рада, что потратила на него деньги. Также, несмотря на то, что были какие-то моменты по палетке скорчивания века, но в итоге все вышло нормально. Я, как говорится, впечатлилась действительно тенями, качеством, вот этим шиммером, дороговизной образа. И самой маркой Viseart абсолютно точно вообще хорошая покупка, я считаю. Мне очень понравилась эта палетка. Я теперь подумываю, что мне надо, конечно же, в коллекцию еще докупить, возможно, три оставшиеся. Или я уже буду ждать, когда появятся в наличии какие-то большие палетки. Однозначно, очень рада знакомству с маркой Viseart. Оно прошло хорошо. Мне все понравилось. И действительно, хорошие, качественные тени, с которыми, как мне показалось, легко работать. Очень рада открыть для себя какой-то новый бренд, который хорошо работает на моих глазах тоже. Я буду уже однозначно закругляться в этом видео. Я очень надеюсь, что я вам была как-то полезна и интересна. Я вам хочу пожелать только самого солнечного настроения. Конечно же, крепкого здоровья. Я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. Всем пока!